1. Чаще моргайте. Слизистая оболочка глаза страдает от чрезмерной сухости, если человек недостаточно моргает. Это негативно влияет на качество зрения. 2. Электрический свет в вашей комнате должен быть рассеянным. Источник его необходимо прикрыть колпаком или абажуром. Не смотрите на открытые лампы и осветительные приборы. Также не смотрите на солнце без защитных очков. Это может серьезно повредить глаза. 3. Каждое утро распахивайте занавески и смотрите вдаль. Попытайтесь увидеть, что там на горизонте. Рассматривайте предметы вдали в течение 5-10 минут каждый день. И через некоторое время ваше зрение немного улучшится. 4. Снижайте нагрузку на глаза. Глазные мышцы, как и любые другие, от сильного напряжения устают и даже спазмируются. Необходимо снижать уровень нагрузки, например, делая перерыв каждые 20-30 минут работы за компьютером. Во время перерыва можно отойти от компьютера и просто закрыть глаза. Давая глазам отдохнуть пару минут, можно избежать излишнего перенапряжения. 5. После напряженного рабочего дня за компьютером улучшить зрение поможет горячий компресс. Намочите полотенце в горячей воде, выжмите и накройте закрытые глаза на 10 минут. 6. Покупайте компьютеры и планшеты с высоким разрешением. Для глаз важно соотношение между размером экрана и разрешением. Количество точек на дюйм. Маленький экран с высоким разрешением безопаснее для ваших глаз, чем большой экран с низким разрешением. Чем выше разрешение дисплея, тем лучше. 7. Имеет значение яркость экрана и технология его подсветки. При чтении с экрана монитора или смартфона рекомендуется снизить яркость и увеличить шрифт текста. Более того, дисплей не должен быть синего цвета, так как этот оттенок токсичен для сетчатки. В настройках монитора можно изменить цветовую гамму на более мягкую и безопасную. Кстати, напишите в комментариях, получилось ли у вас изменить цветовую температуру монитора или нет. Если что, мы поможем найти решение. 8. Если вы много времени проводите перед монитором, периодически нужно отводить глаза от монитора в сторону и смотреть на любой предмет вдали в течение нескольких секунд. Просто приучите себя к этому. 9. Когда работаете за компьютером, следите за тем, чтобы монитор был расположен чуть ниже уровня глаз. Тогда во время работы ваши глаза будут частично прикрыты веками, что в свою очередь уменьшит испарение жидкости и поможет предотвратить развитие синдрома сухого глаза. 10. Чтобы улучшить зрение, рекомендуется ежедневно выполнять следующие упражнения. Сильно зажмурьтесь, а затем откройте глаза через 2-3 секунды. Повторите 10-20 раз. Это простое упражнение стоит делать по несколько раз в день и особенно тогда, когда ваши глаза устали. 11. Корректируйте питание. Существует ряд продуктов, употребление которых оказывает благотворное влияние на кровоснабжение сетчатки глаза. Это продукты, богатые витамином А и жирными омега-кислотами. Наиболее известны среди них морковь и черника, тыква, свекла, а также зелень, петрушка, шпинат, лук-порей. Из продуктов животного происхождения наиболее полезны морская рыба, творог, яичные желтки. Вообще ешьте больше продуктов с наличием клетчатки. Их количество должно составлять примерно 60% от общего рациона. К таким продуктам относятся свежие овощи, фрукты и зелень. 12. Делайте расслабляющий массаж 2-3 раза в день. Массаж стимулирует кровоток в глазницах. Это обеспечит поступление кислорода к глазным мышцам, укрепит их волокна и воспрепятствует развитию миопии. Чтобы сделать такой самомассаж, указательными пальцами рук проведите от внутренних уголков глаза по бровям к внешнему уголку и под нижним веком к переносице. Повторите движение 8-10 раз. 13. Гуляйте чаще на свежем воздухе. Это улучшает кровоснабжение, увеличивает уровень кислорода в крови, благотворно влияет на зрение. 14. Носите солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки не просто модный аксессуар, а защита глаз от ультрафиолетового света. Излучение ультрафиолета в солнечный день способно повредить роговицу и хрустали. Постарайтесь надевать солнцезащитные очки всякий раз, когда выходите из дома в солнечную погоду. Важно подобрать качественные солнцезащитные очки. Темный оттенок линз не гарантирует достаточный уровень защиты от ультрафиолета, поэтому стоит измерить его специальным аппаратом в оптике или довериться проверенному производителю. Несколько советов по выбору защитных очков. Во-первых, выбирайте очки, которые защищают от длинно- и средневолнового ультрафиолетового излучения. Во-вторых, лучше всего использовать солнцезащитные очки с боковыми шторками. Такие очки защищают не только центральные, но и боковые участки глаз. В-третьих, покупайте очки с поляризацией. И в-четвертых, в идеале, чтобы это были фотохромные очки. Если вы не знаете, что это такое, напишите в комментариях, мы объясним. 15. Делайте примочки для глаз. Чтобы снять утомление после того, как длительное время провели за компьютером или чтением книги, промойте глаза теплой водой, отваром ромашки или крепким чаем. Можно намочить два ватных диска в этих составах. Температура должна быть 37 градусов по Цельсию и положить на закрытые глаза. Полежите так 15 минут и вы почувствуете, как улучшилось физическое состояние глаз. Они перестанут печь, исчезнут покраснения и усталость. 16. Откажитесь от вредных привычек, употребления спиртосодержащих напитков и особенно курения. Курение может привести к дегенерации желтого пятна, а также катаракте. 17. При чтении старайтесь расслаблять веки и придавать мягкость взгляду. Старайтесь нехмурить брови и мигать неторопливо, но часто. При чтении не держите книгу на груди или на коленях. Шейные позвонки чрезмерно наклонены вперед. Сонные артерии несколько сплющены, что затрудняет кровоснабжение. 18. Следите за освещением. При плохом освещении глаза перенапрягаются, что может привести к спазмам мышц. Плохо влияет на глаза также контраст между освещением областей прямого и периферического зрения. Например, если вы работаете перед ярким монитором в полностью темной комнате. То есть, не смотрите телевизор и не работайте за компьютером в темноте. 19. Не читайте лежа перед сном. Любителям читать в постели следует помнить, что привычка засыпать, когда глаза после внезапного прекращения чтения не успели сбросить напряжение, не сулит для зрения ничего хорошего. 20. Делайте специальное упражнение для глаз. Самая эффективная профилактика плохого зрения – упражнение для зрительной мышцы. Это особенно актуально для людей, работающих за компьютером. Существует множество различных вариантов упражнений для улучшения зрения. Нам нравится методика Бейтса, однако положительный результат достигается только с помощью постоянных регулярных занятий. Много видео с разными комплексами упражнений для восстановления зрения Вы можете посмотреть, кликнув на ссылку в правом верхнем углу экрана. Найти эту ссылку Вы можете также в описании под этим видео. Если у Вас будут вопросы, пишите в комментариях и мы ответим.